Сначала мне казалось, что как будто бы слабее, чем вчера-позавчера, но я, похоже, проработала по своему телу, вот где я увидела, какие пробоины, но вышел муж, я удивилась, не призывала, не звала, в общем. То есть внутренние задачи всплыли, какие были на самом деле. Да, прекрасно все я там проработала, полюбила, отпустила. По месту, по месту опять, почему-то песок, высокий, высокий очень, не знаю, мужчина, это не мужчина, живое, не живое там не было. Ну и, не знаю, видя вот тоже у тебя ксилофон, а у меня какие-то круглые такие вот сосуды, что-то в них надо набирать, я не поняла, чтобы пока еще набирать туда. Ну, я их почему-то вот с собой набирала. Что сейчас в теле? Вы что-то говорили про тело? В теле, вот как будто бы я в бане лежала на горячих камнях, плоских, удобных, прямо оно горело, горячая-горячая поясница. И вообще и тело, и в пальцах, как вот электрические, ну не тока, энергия, очень руки горячие, нос холодный. В какой ситуации и как вы почувствовали, что горячо, после каких событий это случилось? После каком этапе этой практики сегодняшней тепло вдруг вы ощутили? Когда я благодарила уже, когда благодарила всех, кого призывала, вот тогда и... Это как ответка от... Да, да. То есть практика привела к этому потоку? Да, да, и состояние, как будто бы я отдыхала где-то, ну, из отпуска вернулась. Кайфовый. Что сейчас в теле? Отдых, легкость, ну, кайф. Добрый вечер, Галина. Доброго вечера, Андрей. Что вы ожидали от этой экспедиции на Урал и что на самом деле получили? Я ожидала прекрасной погоды, а случилось прекрасно. Случилось мое путешествие в кругу замечательных людей. Отдельно хочу сказать спасибо, Наталья, за то, что, во-первых, я прошла отбор. Кадровая политика, естественно. Да, вот, что я попала вообще в это путешествие, в эту экспедицию. И вообще эта поездка, чем она прекрасна оказалась, я поняла, что при физической нагрузке в кругу людей мозг отключается и происходит... чудо, чудо, трансформациями. Да. Как пять групповых медитаций на природе изменили ваше отношение к медитации и к практикам регрессии? Они скорее не изменили медитации на природе, а они углубили и позволили более глубоко и качественнее, и, может быть, даже с помощью вас, Андрей, выйти на более выше уровень качества погружения. Потому что, проходя, чем ценно для меня стало вот эти практики регрессии на природе, когда мы физически продвигаемся к месту, да, одной из пяти точек продвигались, мозг в это время, вот для меня лично, он освобождается от мыслей, он уже по пути как бы готов к этой практике. И что еще важно, групповые медитации для меня, я поняла, что вот эти люди, они создают, создавали для меня безопасное поле. Мне очень было комфортно, надежно, и с помощью вот работы Андрея, он держал вот все это пространство, и мне было максимально безопасно. И, ну, все, я посвящала только себя работе, я не отвлекалась вообще ни на что, зная, что вокруг люди, Андрей, и физическая нагрузка за спиной, то есть тело уже было готово. А важны ли были для вас высказывания остальных участников медитации после самой практики? Вот в этом ценность, потому что в групповой медитации ты осознаешь в этот момент, насколько в унисон мы в этом месте поработали, и опять же себе благодарность в этот момент, что ты действительно, как бы, пользу вынес для себя, ну, в общем-то, лечи обязательно отзывы, ну, мне важно это было. А еще, а вот образы, которые случались у людей во время медитации и у вас, они были похожи или они были разные? Если похожи, то в чем, если разные, то в чем? Суть одна, она сходила с другими участниками, а оболочка, может быть, вот, конечно, оно было прочтение у каждого свое, а суть, как оказалось, она была одна. Как Вы ощутили ответы пяти хранителей места на Ваши запросы? Какой частью тела, в какую часть тела Вам был ответ от хранителя места? Каждого из пяти? В душу, в сердце. Что-то сейчас осталось в теле от этих ответов? Да, и вот осознание, когда мы с этого места уже удалились, были в дороге, и вот тогда все это чуть-чуть дистанцировалось, когда я вот от всего этого, тогда все и пришло, накрыло, и огонь в груди, осознание. Есть такой термин, черта возможностей. Это практика, как изменила эту черту, как Вы ее теперь можете ощутить, и как применить в повседневной деятельности, это термин в семье, на работе и среди друзей. Не впадать в эмоции в моменте, в любой ситуации. Не срываться в действия другого, не погружаться туда, не заходить. Ну и быть в состоянии здесь и сейчас. И вот как раз вот в момент, если только тело делает движение в сторону эмоций, сразу вспоминать состояние нуля и быть здесь и сейчас. То есть посмотреть чуть со стороны на себя во время общения, да? Да. То есть Вы это уже попробовали, научились и постараетесь удерживать. Вы зашли на эту вершину, и Вас уже с этой вершины спихнуть будет сложно, правильно? Совершенно верно. Вы получили определенную практику. Как изменился мир вокруг, и как Вы в двух-трех словах можете объяснить изменение мира вокруг Вас? Как Вы это чувствуете? Мой внутренний мир вокруг моего тела изменился на 360 градусов. Могу с четким убеждением это сказать. Я сейчас четко понимаю, где я в этом мире, и какое отношение мира ко мне, и как я себя чувствую. Как Вы можете ощутить любовь к Вам мира, создателей, земли, рода? Вот об этом можете что-то сказать? Когда я нахожусь в состоянии расслабленности и наслаждения, и путешествую, и отдыхаю в работе, тогда я понимаю, что мир услышал меня и держит на... Галина, мы использовали бани каждый день. И групповое пребывание в бане с такими же, как Вы, теми, кто практикующий. Что дало баня Вам лично? Когда прокачанное тело и отработанный мозг или материал, все это трансформировалось в вечерний бани. То есть мы возвращали себя вот в эту структуру, тело отдыхало. Опять же, это физическая нагрузка, но она такая трансформирующая в отдых. То есть это такой прием, ну, обнулиться. Обнулиться и отдых.